тихо входить до медленно входить что-то не нравится это не виски не коньяк это паяльняк вот такой фавион и здесь камера действительно какая-то гаргантюа есть цвет сенсорная плита покупать новую хотя 10 лет панели да нет это не наш вариант друзья уже не модно выглядеть выкидывать потому что техника должна служить долго надежно будем чинить палочки и спирт все что нужно для того чтобы починить для того чтобы друзья я смог вам показывать видео как готовить свой он очень надо периодически служить технику от инженеров дышался пыли друзья привет друзья своим фавионов и тема двух блогов которые я собирался сделать про готовку кухня с фавионов я показать вам хотел какие способы можно приготовить мясо и курицу ну друзья случилось страшно и все пошло не по плану что вы реально поверили что я буду и если сегодня вы посмотрите это видео надеюсь вам будет урок зачем изучать технику изнутри смотрите подписывайтесь нажимаем кнопку и вперед друзья сегодня ремонтируем плиту зануси и для того чтобы познать технику не только нужно ее уметь использовать но лучше всего знать как она устроена как она работает на своем канале фавенович рассказывает об устройства как они работают принципы зная принципа зная устройство вы например поймете что вот этот блок это не просто кнопочки нарисованы там внутри электронный блок он закрыт резинкой поэтому вы не будете сюда лить воду и вы будете уже более внимательно относиться готовки когда у вас что-то вытекает и сюда затекает конечно там существуют различные умные датчики но друзья что делать нельзя вы сможете понять когда увидите это изнутри и мы сегодня друзья будем смотреть как это выглядит изнутри вместе с фавионовичем фавионович сегодня не просто красный он инфракрасный давайте нажмем ой что-то произошло друзья я кажется нахожусь внутри какого-то прибора причем инфракрасного забыл друзья все манипуляции сделаны мною поскольку я нужно иметь квалификацию по электричеству по электронике я такой квалификации имею если вы нет тогда обращайтесь специалистам для того чтобы сегодня осуществить мою работу мне потребуется спирт паста для паяния паяльник припой серебре содержащие использую можете другой пару отверток палочки для чистки и салфетки о которых я записывал видео незаменимая вещь в том числе и в том случае когда я занимался сегодня ремонтом и ваше желание ну тряпочка конечно тряпочка ну и средства для очистки которые мне понравилось много лет назад лет 20 я до сих пор его покупаю ну а здесь вот видите линза для просмотки камней ну или для ремонта плат я ее использую давно показываю неисправность нажимаем разблокируем включаем дальнюю а включается ведь передние вот какая не да кстати друзья не забудьте обязательно отключать автомат когда все делаете действие у меня плита выведена вот на эту часть на 25 ампер ты все будет хорошо так у меня она просто вытаскивается заодно помоем сколько здесь грязи всякой разной 10 лет прошло друзья 10 лет даже если у вас что-то не сломалось друзья рекомендую вам периодически чистить все и зацепить надо нажимать ну и соответственно постепенно открывать ее с разных сторон так ну и мы видим электролюксовский блок сами сенсоры процессоры управления и под этим всем хозяйством находится что находится блок питания и блоки реле здесь они находятся будем смотреть искать контакты искать какие-то повреждения посмотрим что найдем но собственно говоря добрались до блока питания и уже хорошо для этого я буду использовать самый главный инструмент в моем хозяйстве так же как и при ремонте abs такая линза будем смотреть что же там происходит в этих электронных устройствах может что-то найдем управление я никаких повреждений не нашел вот осматривая плату блока питания внимательно поскольку электроника наука контактах вы знаете я обнаружил нечто блоки управления электроника здесь не видно никаких повреждений кроме вот этой части где подпаиваются сами блоки реле и вот если в эту точку золотого течения навести сейчас сейчас видите я вижу что здесь что-то не то попробуем пропаять радиостанциях выдавали спирт друзья для того чтобы очищать очищать контакты релейных станций также и мы сейчас здесь попытаемся очистить вот это вот то что я вижу и возможно мы что-то увидим здесь нехорошее какое-то скопление какого-то окисла вряд ли это что-то такое что появилось но вам возможно что сырая пайка посмотрим ну а так выглядит вот сами блинчики керамика у меня одной вот здесь видите керамический вот этот ободок он здесь треснул то что это самая ходовая конфорта но я пока оставлю и без изменений я не думаю что это повлияет на качество работы также проверил все разъемы вот эти контакты они все помечены разными цветами поэтому не припутайте серый черный красный и коричневый но собственно говоря устройство коммутатор самой платы и коммутатор собственно для самих горелок так что здесь все на уровне контактов а насколько будет хорошо вам видно через эту линзу я попытаюсь навести на камеру вы смогли увидеть то что я обнаружил то же самое я видел когда чинил abs в этой части вот видно понятно что iphone плохо фокусируется но поверьте мне там трещина и там явно и что-то не то это как раз блоки управления реле подождем пока прогреется паяльник жало оно должно быть чистое и должно быть горячее также как плита которую мы сегодня с вами чиним это занусе сенсорная плита теперь мы возвращаем плату управления на место подключаем вот этот разъемчик и будем проверять использовать припой с серебром любимый и также специальную пасту для очистки я буду это делать с открытой панелью вам это не рекомендую делать поскольку это опасно здесь везде электричество и я буду использовать специальную отвертку индикатор на для того чтобы включать сенсор таким вот образом через через мою руку поэтому ориентироваться буду на те кнопки которые у меня здесь в этой части у меня оторвалась резинка от старости я буду приклеить вот таким вот клеем космофеном также поскольку здесь высокая температура я рекомендую всю поверхность очистить чтобы не было никаких волосин которые могут загореться еще что-то температура действительно большая здесь я замерял больше 300 градусов электроника наука контактов поэтому блок управления проходит через стекло я его тоже протру спиртом потому что у меня срабатывала другая часть вполне вероятно что все эти неисправности складывались в единую эти датчики тоже как и любая техника любит чистоту вроде сегодня у нас спиртовой ремонт и ваше внимание на всю грязь которая является в электронике не нужно и становится окислителем поэтому любой жир который есть если обнаруживаете в этих частях этой панели нужно убрать здесь достаточное количество грязи чтобы и заняться с помощью спирта друзья так и так задвигаем смотрим провода ничего не касаются все хорошо щелчок об плотненько все села все резиночки на месте вроде бы что-то не нравится а вот какой звук я ждал вот этот звук нужен профессии есть такая профессия тихо входить до медленно входить последний последний болт последний винт всегда туго входит на мы медленно входим не спешим все и двигается нет ничего не двинуться осталось приготовить что-то вкусное друзья прежде чем включить друзья я ее почищу снаружи использую для этого губку и вот такое средство которое много-много лет пользуюсь не знаю лет 15 может больше люксус достается рекомендую взбалтывайте есть конечно разные другие производить но мне нравится этот наносите можете какие-то знаки сделать какие вам знаки кстати понравились давайте гарганчуа сделаем вот такую вот здесь вот переход ну а здесь мы сделаем фавиона че вот такой фавиона и здесь камера надеюсь вам понравится друзья друзья стал момент истина проверим виду на и моя теория по поводу контактов начнем с дальней которая глючила у нас друзья смотрим так пока передний не включается уже хорошо так далее включается и щелчок и роли мы слышим она также регулируется теперь смотрим вот эту часть пока это не включается соответственно все регулируется и эта часть комфорте тоже работает теперь эту часть так видим что она разогревается и так же регулируется ну и крайняя часть основная которая у нас самая проблемная датчики кстати показывают что у вас остаточного тепла они работают так что это все работает друзья остаточные датчики работаю час будем устанавливать назад заодно я все промыл удалил кучу пыли ну как всегда посуда и техника любит чистоту друзья если вам видео понравилось поставьте обязательно лайк для инженера с вами был фавиона с паяльником пока